МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите городские новости Челябинска в деталях. В студии Вячеслав Ватутин. Здравствуйте. На одном из самых загруженных участков Челябинска завтра, 1 октября, ограничат движение. На пересечении Свердловского проспекта и проспекта Победы начинают ремонт межрельсового пространства. На время работы автомобилям и общественному транспорту запретят поворачивать налево в обоих направлениях, в связи с чем несколько автобусов изменят маршрут следования. При движении в сторону Теплотехнического института они будут курсировать по Свердловскому проспекту, через улицы Островского и Каслинскую, затем по проспекту Победы. При движении в сторону Комсомольского проспекта изменений не произойдет. Троллейбусы и трамваи будут перевозить пассажиров по привычному маршруту, скорректируют только график с 5.00 до 22.00. Активисты Общероссийского народного фронта составляют список южноуральских теплотрасс, которые находятся в ненадлежащем состоянии. Позже реестр общественники намерены передать региональным властям. На первом этапе мониторинга представители ОНФ обнаружили десятки нарушений. Пока лидируют по количеству жалоб Челябинск и Еманжелинский район. Трубы, на которых теплоизоляция повреждена или вовсе отсутствуют, обнаружены по десяткам адресов. По словам регионального эксперта Общероссийского народного фронта, ненадлежащее состояние сетей приводит к снижению энергоэффективности, росту коммунальных платежей и увеличению тарифов. В рамках ежегодного мониторинга состояния теплотрасс общественники просят южноуральцев присылать фото и комментарии с адресами в группы регионального ОНФ в соцсетях. Ничего лишнего, только главное новости одной строкой прямо сейчас. Густой туман привел к коллапсу в аэропорту Челябинска. В первой половине дня сегодня задержали 8 рейсов, прибывавших из Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Ростова, Минвод, а также Сургута и Волгограда. Их отправили на запасной аэродром в Екатеринбург. Уральская транспортная прокуратура организовала мониторинг соблюдения прав пассажиров в связи с массовой задержкой рейсов южноуральской столицы. Сразу пять учителей Копейской школы получили условно положительный тест на ковид. Всего же на больничном находится половина педсостава – 27 человек. Они также сдают тесты на коронавирус. Вспышку заболевания подтвердили в администрации Копейской школы номер один. Оставшихся учителей сейчас распределяют по классам, уменьшают нагрузку и количество уроков. Те, кого отправили по домам, ведут занятия дистанционно. Заболевшие учителя находятся в больницах Челябинска, поселка Потанино и на домашней изоляции. Добавлю, накануне в школе закрыли на карантин сразу восемь классов. Ковидные выплаты медикам Южного Урала продлят до конца года. Такое решение приняли власти региона. Из областного бюджета на поддержку специалистов уже направили более 500 миллионов рублей. В начале пандемии такие премии получали порядка 400 человек. Сейчас более 5000. К слову, региональные власти со своей инициативой даже опередили федеральное правительство. Президент Владимир Путин продлил ковидные выплаты на октябрь, а позднее согласился с идеей Татьяны Голиковой растянуть этот срок до конца года. Сто новых автобусов и по 50 троллейбусов и трамваев Челябинску пообещали в следующем году обновить общественный транспорт. Денег на это попросил у Минтранса губернатор Алексей Текслер в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И предварительная договоренность уже получена. В 2021 году регион войдет в программу по обновлению общественного транспорта. Большая часть пирога достанется Челябинску. Еще 17 трамваев получит Магнитогорск. На 11,5 миллионов рублей челябинские антимонопольщики оштрафовали областной аптечный склад. Специалисты обнаружили сговор на закупках лекарств. Зацепку нашли в программе «Андора». Она принадлежала областному аптечному складу и использовалась больницами при организации совместных торгов. Как раз через нее медучреждения по указанию Минздрава должны были отправлять заявки на препараты и расходники. Аптечный склад первым видел информацию о потребностях. Более того, его сотрудники могли вносить в базу данных «Андоры» свою информацию. Разумеется, большинство контрактов получал областной аптечный склад. Причем многие из них у единственного поставщика. Закрыть доступ к программе не догадались ни Минздрав, ни Центр организации закупок. Их представители тоже получили штрафы в 15 и 20 тысяч рублей. «Где твои крылья, которые нравились мне» в Челябинске оботкрутили подрядчика амбициозного конгресс-холла. Производственное объединение «Монтажник» задолжало 8 кредиторам более 30 миллионов рублей. Низко банкротствий поступил от челябинской компании «Символ Бетон». Еще в 2018 году поставщик отгрузил стройматериал и передал в субаренду оборудование для заливки бетона. Но денег за это так и не получил. Компания решила вернуть деньги через суд. Однако застройщик обжаловал то сам долг, то неустойку, тогда производитель строительных смесей подал в арбитраж иск о банкротстве «Монтажника». На предприятии введена процедура наблюдения. Напомню, компанию застройщика считают аффилированной с экс-губернатором Борисом Дубровским. Новые штрафы ждут челябинских водителей. Перечень неисправностей и условий, запрещающих эксплуатацию автомобиля, размещен в открытом доступе. Главное в этом проекте – шины не по сезону и не штатный ксенон. Документ унифицирует техрегламент Таможенного союза с правилами дорожного движения. Теперь инспекторы ГИБДД могут штрафовать за летнюю резину зимой и шипованную летом. Ранее в правилах дорожного движения такой нормы попросту не было. Министерство транспорта ссылалось на разные погодные условия в России и большой поток транспорта, пересекающий несколько климатических областей. Теперь же проект закона гласит – в регионах сезоны могут быть увеличены по решению местных властей. Кроме того, наказывать водителей будут за установку зимней резины только на одну ось, а также за использование размерности колес, которые не предусмотрены производителям. Минимальный размер взыскания – 500 рублей. В запрещенном списке также нештатные ксеноновые лампы, деформация элементов рулевого управления и коррозия тормозной системы. Крупные аварии, пожары и ограбления, что произошло в регионе за сутки. В Магнитогорске задержали незаконных торговцев золотом. Двух южноуральцев и жителей Башкортостана поймали во время сделки. У подозреваемых изъяли 4 килограмма драгметалла и почти 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения пешеходного моста на выезде из Екатеринбурга на Челябинский тракт. ЧП произошло вчера вечером. По данным МЧС региона, опоры конструкции задел поднятый кузов КАМАЗа, проезжающего под ней. В результате мост упал на кабину грузового автомобиля. Его водитель погиб. 29 сентября в половине шестого вечера на улице Братьев Кошириных возле дома номер 124 автомобиль Ауди Ко-3 развернулся через двойную сплошную и столкнулся с движущимся по встречке мотоциклом Хонда. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали с травмами. В Челябинске на улице Ворошилова днем вспыхнула иномарка. По словам очевидцев, водитель выбраться из салона самостоятельно не мог. Ему на помощь пришли другие автомобилисты, которые потушили машину. Никто не пострадал. В Челябинске двух молодых наркозбытчиков отправили в изолятор временного содержания. 18-летних челябинцев нашли чуть больше 14 граммов наркотических веществ. Из них 2 грамма героина. Возбуждено уголовное дело. Вечером 29 сентября в Челябинском трамвае разбили стеклом. Неизвестные кинули камень, когда вагон стоял на остановке Черкасска. Пассажиры не пострадали. Хулиганов ищет полиция. В Челябинской области водитель Лада Приора при повороте не уступил дорогу и столкнулся с отечественным внедорожником. В результате аварии в медицинском учреждении скончался 81-летний пассажир легковушки. Остальные участники ДТП получили незначительные травмы. Госпитализация не потребовалась. Убийца пяти человек ушел от уголовной ответственности. Служители Фемиды отправили жителя Низипетровского района на лечение в психиатрическую клинику. В мае 2019 года во время алкогольных возлияний подсудимый зарезал двух мужчин, двух женщин и четырехлетнего мальчика. Эксперты установили, что произошло это на фоне временного психического расстройства. Полицейские областного главка сняли ролик с детьми на тему мошенничества. В нем разыграна классическая ситуация обмана по телефону. Маленькие актеры с иронией отметили. Даже ребенок знает, когда имеет дело с аферистами. В подобную ситуацию попадали многие южноуральцы. Поддавшись на уговор мошенников, жертвы обмана диктуют свои данные якобы сотруднику банка и остаются без денег. Полицейские в очередной раз напоминают, финансовые организации никогда не запрашивают конфиденциальную информацию. В случае, если неизвестному абоненту все же удалось посеять сомнения, необходимо перезвонить на номер горячей линии, указанной на банковской карте. Универсальных доноров ищут на Южном Урале. Станция переливания крови ждет добровольцев с первой отрицательной группой. Такую информацию разместили в донорском светофоре. Универсальными этих людей считают из-за того, что их кровь не имеет антигенов. И в экстренных случаях, когда нет аналогов, ее можно переливать любому человеку. Сдать первую отрицательную можно на станциях переливания крови в Челябинске, Златоусте, Миасе, Магнитогорске, а также в Садке и Южноуральске. Донор должен быть старше 18 лет и иметь местную прописку не менее полугода. Бассейн-строитель отремонтируют за 118 миллионов рублей. В Челябинске объявлен конкурс на обновление спортивного объекта. Рядом с существующим корпусом строителя появится двухэтажный пристрой площадью около 2000 квадратных метров. В нем разместится малый бассейн, шесть дорожек по 25 метров. Со стороны душевых здесь установят стартовые тумбочки и специальный механизм для спуска инвалидов в бассейн. На втором этаже пристроя появится спортзал для проведения массовых мероприятий и детских тренировок. Кроме того, подрядчик должен благоустроить территорию вокруг спорткомплекса и сдать объект к октябрю 2021 года. Всего один рекламный ролик. Не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прямо сейчас. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 У южноуральских некоммерческих организаций есть еще шанс получить губернаторский грант. Второй тур стартует 5 октября и продлится до 9 ноября. Наталья Кудряшова, Владимир Котегов, Урал-1. Челябинец собирает коллекцию древних окаменелостей. Растения, чьи отпечатки под воздействием природных факторов остаются внутри камней, росли на Южном Урале миллионы лет назад. Среди экспонатов Алексея есть и особенно редкие экземпляры. Алексея всегда интересовала историей и древней находки. И вот год назад Челябинец увлекся поля ботаникой. Пообщавшись с геологами, отправился в свою первую экспедицию. Найдя трофей, задался вопросом, сколько таких уникальных отпечатков прошлого хранит южноуральская земля. Так начала формироваться коллекция окаменелостей. Я держу в руках отпечаток папоротника, который я нашел на отвалах Коркинского разреза. И вот чтобы он был поярче, я его помыл и покрыл лаком. То есть он так выглядит значительно лучше, чем просто в диком виде. Искать следы на камнях – дело непростое. Нужно точно знать, какая порода содержит в себе секреты. После обнаружения отпечатка начинается его идентификация. Собрав достаточное количество экземпляров, можно понять, из чего состояла местная флора несколько миллионов лет назад. Сейчас коллекция Алексея насчитывает более 40 экземпляров. Некоторые находки настолько внушительные, что их приходится оставлять на месте. У меня на отвалах Коркинского разреза лежит большой булыжник с большим отпечатком папоротника. У меня в планах до зимы его оттуда вывезти и подарить какому-нибудь музею. Потому что такие крупные отпечатки – это большая редкость. Своими изысканиями Алексей хочет привлечь внимание земляков к изучению окружающего мира. Говорит, Южный Урал таит много весточек из прошлого. И они позволяют в буквальном смысле прикоснуться к нему. Наталья Шмухаметова, Владислав Шишмаренков, Урал-1. В Челябинске обнаружен любопытный феномен – территория самозанятых с невероятной концентрацией блестящих и амбициозных бизнесменов, у которых нет ни начальников, ни подчиненных. Урал-1 представляет новый, не имеющий аналогов проект «Территория самозанятых» и приглашает к участию в нем горожан, которые готовы поделиться историей своего успеха с земляками. С 1 января 2019 года налог на профессиональный доход, специальный режим для самозанятых, был введен в четырех субъектах Российской Федерации – Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях. Эксперимент был признан успешным и с 1 января 2020 года распространился еще на 19 регионов страны, в том числе и на Южный Урал, а с 1 июля – на всю Россию. Налоговый режим самозанятых – это очень перспективное направление в нашем регионе. Вот буквально последние данные. У нас уже больше 23 тысяч самозанятых, которые зарегистрировались. Я уверен, что эта динамика хранится, она будет еще больше. И если говорить о перспективах, то для нас, как для экономического блока правительства региона, очень важно, чтобы тот бизнес, который там либо не был как-то оформлен, зарегистрирован, еще что-то, чтобы он как раз использовал этот режим как такой очень понятный, простой способ легализации, выхода работы в белую. Есть у нас фотограф. Он у нас работает как просто нелегальный специалист, и у него его рамки работы очень сильно ограничены. Он не может прийти в «Газпром» и сказать, что давайте я вас пофотографирую. Если он становится предпринимателем, он уже может обратиться в такую крупную компанию, которая с ним заключит договор, и они будут уже на договорных отношениях работать. Самозанятые – это точно наш один из основных клиентов, потому что это люди, которые только вступают на дорогу бизнеса, только начинают этот интересный путь. И поэтому, конечно же, для самозанятых к услугам все наши консалтинговые мероприятия, любой вопрос – маркетинг, регистрация, бизнес-планирование, финансы – любой вопрос здесь, в территории бизнеса, любой самозанятый может получить ответ на него. Это первое. Второе, конечно же, это наши образовательные мероприятия. Очень много образовательных контента именно для тех, кто только стартует свой бизнес. Это и азбука предпринимателей, и школа предпринимателей, и какие-то разовые наши мероприятия, которых мы проводим очень много, какие-то большие формы, которые мы снова начинаем постепенно возобновлять в связи с тем, что ограничения снимаются. Тем временем в Челябинске стартует уникальный, не имеющий аналогов, совместный проект телеканала «Урал-1» и территории бизнеса под названием «Территория самозанятых». И для участия в этом проекте объявлен набор претендентов. Критериев отбора будет несколько. Во-первых, это уникальность, интересность, дело, которым занимается человек. Во-вторых, это сам человек. Он должен быть не столько телегеничным или фотогеничным, сколько заряженным вот этим своим делом. Он должен быть интересный, у него должны гореть глаза. То есть он должен нам показать, что это очень здорово, что-то придумывать, воплощать и этим заниматься. Девиз проекта «Вы уже вышли из тени, теперь пришло время сиять». Это проект, который рассказывает о том, почему стоит становиться самозанятым, почему это интересно. Участников ждут мастер-классы от именитых спикеров, вдохновляющие и полезные знакомства, а также возможность в полный голос заявить о себе. Я уверен, проект «Территория самозанятых» – это точно прекрасная возможность еще раз подробно в деталях получить любой ответ на вопрос по данному режиму и стать самозанятым. Поэтому Челябинская область, в том числе и «Территория самозанятых». Активных, целеустремленных, позитивных, энергичных людей мы очень ждем в проект «Территория самозанятых». Отправляйте заявки в наш инстаграм-аккаунт. Я думаю, что у нас все получится. Приглашаем вас. Знакомство с первой участницей проекта уже завтра на телеканале «Урал-1». Вы смотрели «Городские новости» Челябинска в деталях. Я же с вами прощаюсь. До встречи на «Урал-1». Одежда ведущих предоставлена салоном «Мангомэн». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok